Всем привет, друзья! С вами Вадим Двак и Хаос, и я тут развлекаюсь на китайском сервере Варкрафта. Блин, даже не знаю, что мне строить, что мне строить. Здесь, короче, есть своя версия ЛТД, она обновилась за день до того, как я записываю. То есть прям свежак, свежак, свежак. Виспы еще недоступны. Вот, ну и при этом здесь какие-то вообще дикие балансы. Есть юниты, которые значительно сильнее, чем должны быть, скажем так. Так, попробуем фута. Здесь довольно разумное решение в том... Так, блин, хил и бомбы, конечно. Хил и бомбы, а? Я, короче, долго звук настраивал, и в итоге не успеваю ничего сделать, но надеюсь, что все будет нормально. Здесь, короче, например, водный дух. А, блин, бомбы сразу взрываются. А, не смотрите, не сразу. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Сколько еще чуваков осталось. Фишка в том, что здесь некоторые юниты настолько сильно перебалансены, что их вообще не узнать. Например, если взять водного духа, который, ну, и так довольно-таки силен, здесь он кастует вейв, как дракон у арктиков. И этим вейвом сносит прям колоссальное количество хп всем. Ну, это дух за 50, а дракон там под 300 стоит, по-моему, 265, что-то такое. Ну, то есть это абсолютно неадекватно. Я не знаю, почему китайцы так делают. Но здесь очень разумное решение. Нету виспов. Соответственно, целая куча юнитов не присутствует на карте, соответственно, лагов нет. Уже хотя бы из-за этого решения. То есть у меня здесь не лагало. Хотя я играю с мобильного интернета, вьетнамского мобильного интернета и так далее. Но тема с бомбами, возможно, не самое лучшее решение, которое я принял в своей жизни. Блин, виспа уже не отменить. 137 голды. Все плохо. Блин, я даже не знаю, что сделать. Можно здесь сзади бомбу какую-нибудь построить. Можно еще футап на птицу, естественно, не хватит. Герой дорогой требует всего. Плохо, пацаны, плохо. Все плохо. Я не знаю, что если я вот так вот бомбу влюблю? Ну, зря я уже сделал рядом две бомбы. Ну, просто я привык уже в той версии ЛТД, в которую мы сейчас играем. Блин, уже что, начало, что ли? Не, еще пока не начало. В той версии ЛТД, в которую мы сейчас играем, там бомба еще и рефлектит и взрывается не сразу. И, соответственно, били бы одну бомбу, она бы типа рефлектила. Потом другую бомбу. Ну, вы поняли, короче. Блин, ну, что-то вообще взрыв так себе. Давай, давай, давай. Бомба, бомба, бомба. Накопи побольше. О, вот это хорошо рвануло. Блин, и проблема в том, что все плохо. Проблема в том, что та бомба... Мне вот китайцы, видимо, пишут нут своими иероглифами. Да, все реально плохо. Но вот надежда только исключительно на эту бомбу. Все как раз столпятся. И вот она такая идет, геройская бомба. Давай, давай. Рвани в самом центре. Рванула, разнесла почти все. Зашибись, я немного протек, но не так плохо, как могло бы быть. Ну да, я, конечно... Рядом сидит соломик с открытым ртом. Мне, кстати, кто-то писал, что я начал шепелявить, но это не так просто. Хотя сейчас я как-то шепелява. Но фишка в том, что я не взял свой микрофон, он очень тяжелый. Вместо него я взял квадрокоптер, штраф за запуск которого здесь 25 тысяч баксов. Поэтому я его ни разу не запускал. И фишка в том, что я купил здесь микрофон дешевый, ну гарнитурку. Кстати, клевая гарнитурка. Какое она фирма, можно при рекламе для тех, у кого нет денег. Гарнитурка Microlab. К270. Если у кого-то есть 200 рублей. Ну, потому что здесь она стоит 200 рублей на наши деньги. Ну, здесь вообще рядом с нами город, скажем так, для местных. То есть, ну, тут мало там приезжих. Ну, и, соответственно, здесь нету каких-то там дорогих вещей. Поэтому все стоили примерно так же. Но в ближайшее время я возьму микрофон у товарища тут. То есть, у нас как раз освободилась одна комната. Она будет у нас типа комнатой для записи. Там он поставит свой клевый дорогущий микрофон. Там и так далее. И все будет прикольно. Надеюсь, что. Так, 90, 90, 90, 90. Все по 90? Просто, смотрите. Ничего не меняет. Давайте еще здесь бомбу влипоним. Ну, я как будто хочу отдаться в лейте, короче. Прямо вот такие действия. Типа, хочу отдаться в лейте. Ну, реально такое чувство. Что там, по виспам я, наверное, отстаю. 7-0 уже у кого-то, у зеленого. А, у зеленого в водные духи. Ха-ха. Про что я рассказывал. Ну, вот, видите. Но, на самом деле, я не понимаю, зачем он делает улучшенных. Потому что не улучшенные кидают такие же вейвы. То есть, я не знаю, как эту версию балансили вчера. И при этом ее сделали такой откровенно не сбалансировали. Ух, какая мина. Ух. Что сделала эта безумная мина? Она пробралась внутрь. Китайский искусственный интеллект, видите. Не хуже европейского. Хотя, не факт, что та версия. Может, та версия вообще, может, кстати, вьетнамская. Даже не знаю. Да. Ну, если тебе выпадут водные духи, то вообще халява. То есть, по сути, можно тремя водными духами за 150 голды первые три волны убить. Единственное, виспы здесь строятся от 250 в ЛУЕ. Так что, вам придется все равно какое-то количество. То есть, видите, виспов нет. И вот просто это элементарнейшее решение, которое уже использовалось в какой-то из миллиона версий ЛТД, в которую мы играли. Оно, ну, значительно облегчает карту. Блин, ну, вы видели, как мина пробралась? Как это возможно? То есть, в стандартном искусственном интеллекте варик это не прописано. И удивительно, если авторы смогли придумать то, что вот так вот мина будет прорваться внутрь, удивительно, что они последовательные взрывы не продумали. Это, конечно, косяк. Это очень странно. Ну, то есть, такое чувство, что ты, там, не знаю, у компьютера сделал крутой искусственный интеллект, и при этом экран не протер. Я не знаю. Блин, ну, Хилл. Хилл с бомбами. Это просто отряд камикадзе с первой медицинской помощью. Блин, я не знаю. Вот эту вот фигню строить неохота. Вот этих неохотов. Футмены здесь какие-то слабые. Можно, блин? Сейчас еще кабаны пойдут. Кабаны еще меня нагнут тут нафиг. Я не знаю, что. Можно вот этого пацана построить. Но он будет ваншотить кабана, типа. Здесь, кстати, также можно... А, здесь можно перемещать ю... Блин. Я не дурак. Я просто делаю глупые вещи. Так. Вот здесь можно перемещать юнитов, сказал Вадимка. Но не думал использовать это, видимо. А, волна началась. Ну, ладно. Ту-ру-ру. Так-так-так-так-так-так. Блин. Ну, видите, они фокусят, гады. Но вот эти вот дальние мины... Вся надежда на дальние мины. Я хотел одну как раз назад переместить. Ну, кстати, не так-то все плохо. Сейчас глядишь еще. Так. А тут еще есть какие-то... Вот есть книжка, например. Книжка. Вот. И тут есть какие-то штуки. Но вот тут требования не очень понятны. Елочка, чайник на подставке. Блин. Какое-то странное. Да. То ли старый телефон, то ли типичное вьетнамское здание. Сложно сказать, конечно, так. Вот. То есть требования весьма специфические. А вот для этого... Блин. Ну, посмотрите. Елочка тут в части, кстати. Елочка, чайник... А, ну, елочка, чайник абсолютно те же. Да здесь требования. Осталось понять, что такое елочка. Что такое чайник. О, мины пошли. Ничего себе. Изи отбился. Ну, короче, безумная карта. И игра не собрана очень. Но вроде как я отбиваюсь. Я протек только на второй волне. И тоже чуть. Вот. Так что книжка пока мной не изведана. Есть антистаг. Пять. Вот видите, пять только есть. Есть гаечный ключ. Я боюсь его нажать. Он может взорваться нафиг и уничтожить мой компьютер. Я не удивлюсь. Это же китайский, блин, сервер. Кстати, это самая популярная карта на китайском сервере. То есть здесь очень много всяких аниме, карт, еще чего-то. Но самая популярная карта, которую играют шесть тысяч человек, видимо, не одновременно. Хотя китайцев так много, что может и одновременно. Это ЛТД. И, кстати, отсюда часто ливают. Нам очень с вами повезло, что сейчас этого не произошло. Потому что китайцы очень нестабильны. Ой, сейчас, кстати, очень сложная волна будет. Птицы, птицы не взрываются. Можно танк построить. Нельзя танк построить. Нет лимита. Делаем ферму. Можно танк построить. Но я не знаю, танк ваншотает, в принципе. Он будет там чуть хиляться. У него хороший тип брони. Здесь, кстати, у тралов тяжелый армор. Представляете, как я удивился. То есть построил тралов против мейджика волны. Думал, типа, затащу. Вот, смотрите, какой большущий мурлок. Интересно, мурлок с манно-регеном. Кстати, у этих... А, у этих ребят, видите, у них есть манно. И, то есть, чувак сейчас еще манно-регенщиком. Ну, зависимо от того, какой кд будет. То есть я тоже, кстати, могу сейчас героя влепить. Герои здесь изменены в плане внешнего вида некоторые. Ну, то есть, архимаг такой же, например. Здесь паладин, вот у пацана. Я строю чувака на скорость атаки. Так, птички, птички, невелички. Не, ни черта вообще не дамажится. То есть, вся моя... Все мои наземные мины, к сожалению, бесполезны. Блин, проблема в том, что футмэ... Хотя, видите, не футмэна бьют, так что нормально. Сейчас, надеюсь, еще мина потанкует. Мина единственное, чем может сейчас помочь, это танковать. О-о-о, просто пошла. А, не, ну сейчас я, наверное, втеку, потому что я слишком много виспов сделал. Но зато дальше все будет хорошо. Можно строить виспов. Да? Все же хорошо будет. Не, вообще все... Вот сейчас вообще все ужасно. Мина, давай, взорви этого. А, кстати, Дина сдох все-таки. То есть, как минимум, мины не бесполезны здесь. Но, блин, меня выщелкнули по одному. И танк не ваншотает. Танк не ваншотает птичку. Ну, может быть, в оригинальном ЛТД тоже не ваншотает. Мы уже настолько привыкли к другим ЛТД. Точнее, я вообще в последнее время довольно мало играю в ЛТД по сравнению с задротами ЛТД. То есть, конечно, сейчас найдутся люди, которые... Да и я, да там. Ну, то есть, как минимум, у меня есть знакомый, который каждый день играет в классический ЛТД по несколько часов. И удивляется, что я его запомнил еще. Вот. То есть, я, конечно, не задрот, но еще играл всякие дикие версии. А здесь, наверное, для задротов общеизвестный факт, что танк вообще плох, наверное, против пятой волны. И еще и не ваншотает птичек. Ну, то есть, у него разброс довольно маленький. Видимо, он реально вообще не ваншотает. Так, ну что, давайте вот эта вот, наверное, самая полезная бомба, мы ее улучшим. И вот эту бомбу мы перенесем. Куда-нибудь. Вот, не знаю, может сюда. Куда перенести бомбу? Вот и я не знаю. Вот сюда. Ну, то есть, она загрится сначала одна, потом вторая. Так, 360 дерева у меня. Что-то я нифига ничего не отправляю. Но сейчас, типа, изи волна и глупо я тогда к седьмой уже зашлю. Пока, кстати, видите, у меня особо ничего тяжелого не приходило. Вообще, удивительно, что у китайцев такое амплуа задротов. А так вот, хоть мы с Юрием играли 2 на 2, хоть вот я играю в ЛТД, здесь особо прям таких ярых задротов нет. То есть, например, я играл на V3-арене с европейскими игроками в ЛТД. Там вот задроты так задроты. То есть, они там все знают. Там чё, как, где там? Блин, что-то мины вообще отдаются. Лала-ла-лах. Вот. Ну, а здесь, конечно, задроты. Б! Я перехвалил чертовы мин. Не, ну, посмотрите, она взрывает одного голема. Я сейчас, походу, на големах протеку. Вот, это будет фиаско. Это будет фиаско. Лол. Она еще их не добивает. Да, круто. Ну, то есть, у меня танк, который должен ваншотать этих големов за счет бонусного урона. Но они тоже по нему с бонусом бьют. Так, смотрим, что шлют китайцы. Шлют виверн. Интересное решение. Здесь катапульт, кстати, нету. Видите, вместо катапульты ледяной тролль. Да, да, да. Походу, я втек на големах. Блин, ну, мины вообще, конечно. На мины надейся, а войска все равно строй. Я втек на големах, блин, пацаны. Ну, это вообще жесть. Простите, китайцы. Ну, может, я фижу хотя бы китайцев. Чё там? Чё там иероглифы мне скажут? Или здесь вообще, как бы, нет? А, вот. Сто процентов баунти. То есть, ну, вон, это благодарственные иероглифы. Я уверен, это не, эй, ты чертов нуб, уже стройся нормально, мы скоро из-за тебя сольем. А это именно спасибо за небольшую финансовую помощь. О, мой союзник. Я уже как-то что-то, это, арабская ночь пошла какая-то. Вот это вот особенно. Ты, крабос, строй, блин, юнитов нормальных. Чё ты какую-то фигню тут этот отправляешь? Вот так вот и есть. Причём, наверное, у них есть специальный иероглиф краб. Так, седьмая волна. Я не готов. У меня особо ничего нету сильного. Я не знаю, что сделать. Могу ченженуть юнитов, блин. Хотя эти и так хорошие. О, Таурен. Таурен хороший. Ещё, смотрите, есть Shadow Hunter какой-то. Интересная тема. Давайте построим ещё и алтарь. Чё? Не знаю, так как и чё у меня будет. Не, у меня будут разные юниты, поэтому я беру атак-спид. Текс. Так. Всё, у меня панда на атак-спид есть. Ну, у неё там 33 атаки, сидела. Shadow Hunter. Это не Shadow Hunter. Это, блин, а как бы обозвать это иероглиф, я не знаю. Чё у него? 1.4, задержка между атаками. 450 или 500 хп. Ну-ка, где хп? Хп, то есть, четвёртой строчкой. У него 450 хп. 500 радиус. Ну, видимо, есть какая-то обилка. Ой, мина вроде, кстати, нормально взорвалась, но... Ой, ещё хороший удар по земле. Уже, видимо, второй по счёту. Ну, кстати, я отбился нормально. Кстати, ко мне даже он этот пришёл. Урс, а я, блин, кстати, не отправил. Видите, против медленных юнитов очень плохие мины. Ну, это, в принципе, неудивительно. Против воздуха и медленных юнитов. А вот этот вот чувак, возможно, который меня обижал. Давайте посмотрим. Ну, так, давайте так вкратце. Что это такое? Индеец. Бутылёк. Буква О. Не, это другой. Это другой. Это буква Х. Фиг пойми что, блин. Я не знаю, у меня кончилась фантазия. Потому что мне почти на все, хочется сказать, домик. Ну, кстати, смотрите, я вот даже фармлю что-то вот у этого дикого чувака. Не, ну, это просто жесть. По сути, здесь надо свапать юнитов, пока те водные духи не найдутся. Построить буквально пять водных духов и отбиваться все-все-все волны. И просто сделать там кучу грейдов. Правда, второй грейд, наверное, не сделать с таким малым количеством. Так, восьмой левел. Это значит, что плохо подходит. Так, ну, не знаю, хильчик можно. Может, от этого чувака, чтобы он прям врывался туда, такой, где враги? Даже не знаю, расту, что ли, построить? Че у расты? Блин, нет лимита. А, сейчас еще не успею. Нет, 23 секунды успеваю. Сейчас построю шамана сначала. Сейчас, шаман, давай, стройся. Блин, магический. А, так это хильщик, ёпрсты. Блин, даже не знаю. Ну, продавать уже не буду, потому что мало времени осталось. Грейд тоже делать не буду. Так, блин, непонятно, че? Видимо, на десятую надо кэпить, кстати. Ну, кстати, так нормально, блин. Хотя это же только первые выходящие. Давай, давай, бомбочка. О, стан просто космический, чувак. Давай, тащи. Еще бомба, 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 бомба. Е-е-е. Но все равно этого мало, походу. Давай, стан, давай, стан. По заказу, блин, не успел, гад. Ну, а я в теку, походу. Отстой. Так. Я даже не знаю, блин, не против зомби же мне отправлять юнитов. Кстати, против зомби я опять сейчас плохо сыграю, небось. Я хотел вот этого вообще улучшить. Этот хиляет, да, хиляет, но манны много. Ну, кстати, прикольно, что такое, типа, скин, скажем так. Раз, два. Ну, вон, раненый есть. О, отлично. Выщелкнул раненого. Ну, я огребаю. Огребаю. Чувак, вот, видимо, отобьется, скорее всего, за счет ледяного армора. Восемь армора все-таки это не шутки. Непонятно. Ну, я, наверное, сейчас или что. Ну, сейчас не очень, конечно, отправлять. Ну, хотя я все равно особо не засылаю. Блин, даже не знаю. Ну, если я сейчас отправлю, что я получу? Один инком с этого. Ну, тогда лучше спам отправлю. Ну, не один инком, конечно, я получу там много голды. Тридцать голды бы я получил, даже больше. Ну, в принципе, не так много все равно. Так что, лучше на десятый отправить. Что там мои протечки? Ой, я не туда посмотрел. Так. Сто процентов все еще. Ну, это, возможно, не мои протечки, а желтого. Или желтый отбился? Желтый, видимо, не отбился. Да, я тоже хочу ватер элементарий. Ну, уже, хотя поздно, уже, в принципе, что. Так, левел 9. Ну, левел 9 точно отобью. Так. Что-то танк не двигается. А, потому что... Нет, танк тонко-вощекут неподвижный, лол. Такс. Непонятно, что делать. Ну, я и так сейчас отобью, в принципе. Можно зевсов построить. Можно хилл сделать. Хочется, конечно, сделать, типа, там, минус дамаг, хилл, там, все дела. Ну, наверное, это неправильно будет сейчас делать. Блин, не, не туда. Надо строить вот у этого, чтобы они вместе с ним атаковали. Блин, я не успел. Но я особо не парился, потому что, скорее всего, все будет окей. Итак. Блин. Ну, кстати, фиг пойми. Они еще медленные как раз. Так, ну что, давайте отправляем. Ну, китайцы говорят, что надо отправлять. Но я буду спам отправлять. Православный. Православный спам. Че? Блин, я не туда... Ё просто я не туда нажал. Православный я не туда нажал. Так, я вместо того, чтобы ментов и гулей отправить, отправил лучницы грантов. Ну, гранты, конечно, это уже так, бесполезно. Нормальный инком они дают норм. Так что спам, спам еще никому не был лишним. Хотя, если у них тоже есть водные духи... Ой, какой стан-то королевский был. Не, ну вообще, конечно, шансов отбить десятую волну у меня немного. Единственное, вот разве что, благодаря зевсам, которых у меня нет еще. Надо, кстати, сделать ферму. По грейдам-то там есть что? Инкомер, чертов, 7-2, 7-8 уже у чувака. Но это чувак с водными духами, так что можете не париться. Так, оп. Оп, я сказал. Два опнулись. Один вот еще нужен. Че-то там опять меня нубом называют, а? Вот что бы не написали эти китайцы, я думаю, что они... Я нуб, я ферму не загрейдил. Я не знаю, уже можно продать эту хрень. 18 секунд осталось. Так, еще нужны, нужны, нужны. Да ладно, блин, не знаю, это бесполезные. Хотя, блин, эта мина бы взорвала всю мелочь, которая там была. Так, 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 так. Че же делать? Ну ладно, продаем еще одну мину. Ах, я не успел. Я нажал, но не успел. О, ой-ой-ой, косяк. Косяк. Кстати, вообще ничего не пришло, что ли? Блин, ну тогда и мелочи нужны. Так, найс, фокусим этого. Сейчас еще взорвемся. Фокусим там и какого-то. Сейчас фокусим вот этого, хорошо его зафокусим. Текс. Мина взорвалась. Танк танкует. Зевсы стреляют. Ну, кстати, возможно, я отобьюсь. Ну так, видимо, не отобьюсь. Вот если бы достроил Зевса, скорее всего бы отбился. А так двое втекли. И здесь чувак с водными духами втек, лол. Но это вот самое такое противное. Я тоже часто так делаю. Когда ты вроде тащишь, но слишком сильно расслабляешься. И на ключевой волне, когда, в принципе, игра либо заканчивается, либо вы тратите довольно много хилов, ты протекаешь. Ух, ёшкин кот. Вот это вот авиация от моих союзников тут. Ну, противники, видимо, загрейдили короля. Видимо, невидимо. Ну, вообще, реально такая уверенная авиация. Даже не знаю, кстати, вот была ли польза от моего спама. Ну, как минимум, кстати, он прошел. То есть, получается, кого-то я так сильно заспамил. Ну, фишка спама, чтобы он, типа, героически погиб, но боссов спас. Ну, нет, что-то у них слишком много прошло. Возможно, китайцы... О, кстати, вейв, конечно. Ну, они хп-шки грейдили. Да, хп-шки 13 раз. ГГ пишут китайцы. Эти гг, они пишут по-русски. Ну, я, наверное, буду чемпионом там мост-лиг, все дела. Ну, да. Хилы тут какие-то очень слабые почему-то. Ну, китайцы, типа, не прощают ошибок. Ну, их много, типа, не щадят друг друга. А может быть, это, типа, авто по-хил. Все, изи, изи. К сожалению, я не отбил десятую, но, видите, я все-таки что-то досделал. Ну, кстати, я не мос-лигт, как минимум. Я не в одной из категорий. Возможно, мое имя перевели иероглифами. 2-к-син-чуан-чхоу. Вот, но... Извините за мой акцент. В следующий раз будет лучше. Ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok